Ну я вполне соглашусь в последних разах предыдущего оратора. Утарометра никак не предусмотрена, вот она дискриминация лечилась. Я вполне соглашусь с предыдущим оратором по поводу того, что, конечно, в психиатрию, в психологию, в хорошей жизни не приходят. Так и я, певица-проэнтесса, оказалась в психологии. И хочу поблагодарить сегодня Марка Захарыча за его доклад, и начать свой доклад, продолжение, как бы, его темы. Но в стихах. Чем обозначиться любовью? Кем быть? Ребенком и дворцом. Как жить? Натянутой струной. А удалиться? Мудрецом. Как выжить? Перестать бояться. Как чувствовать? Душою жить. Как победить? Не покоряться. Как не отчаяться? Любить. Поэтому я тоже за любовь. И в связи с этим я оказалась в такой очень перспективной, я думаю, новой, и в то же время такой болезненной, и не лишенной, конечно, всяких разных переживаний из личного опыта, гендерной проблематике. Мы с вами живем в культуре, которая является наследием двухтысячелетнего доминирования патриофарной культуры. И, естественно, что все, что мы с вами вокруг видим, и то, в чем мы живем, оно не может не нести характерные черты этой культуры. То есть культура эта является маскулинной по своей сути, и характерной чертой ее является жестко детерминированная структура социальных отношений с преобладанием авторитарного типа управления. В интеллектуальной истории человечества тоже все эти тысячелетия господствовала мезогене, то есть нейтрализация, исключение женского как из системы рационального философского мышления, так и из системы организации общественной жизни. Отражая маркированный как мужской тип мышления, научная стратегия классической науки сводилась к технологии контролирования природы и общества. Женский опыт переживания осмысления жизни был полностью игнорирован. Жесткий детерминизм, свойственный патриархатному мировосприятию, является характерной чертой локальных систем. И попытки распространить законы, действующие в локальных системах, на все мироустройство приводят к негативным последствиям, особенно в условиях современной скорости развития технологий и возможности влияния человека на среду своего питания. Переосмысление отношений человека с реальностью, невозможное без исключения женского как равнозначной составляющей, становится все более актуальной для современного понимания устройства социальных систем, как открытых, находящихся в постоянном взаимодействии со средой, что соответствует концепции работы любой живой системы, а социум должен быть и является таковым. Наука погружена в социум, и развитие науки не является линейным развитием. Наука впитывает из социума, из развития науки те идеи, которые в тот или иной момент как-то отвечают на запросы социума. Например, развитие ньютоновского мировоззрения как раз совпало с развитием в Европе различных технологий и механистическое мышление, к сожалению, тоже легло в основу многих-многих сфер, которые не могли, относясь к живой природе и к живому человеку, брать эти законы как абсолютные. Женщина опять с ее уникальным опытом переживания мира, а заодно и все, что номинировалось в европейской культуре как проявление женского, не вписывалось, естественно, в линейное мышление, в границы рационального. Это просто оббрасывалось, приравнивалось к понятиям природы, стихия хаос. То есть к тем понятиям, к тому, что нуждается в покорении и контроле. А непокоренное и неконтролируемое, оно вызывает страх. Человечеству стало трудно выживать на планете, так как основную часть своего мыслительного процесса, оно проводит в пространстве социокультурных структур, далеких от реальной жизни, той жизни, началом которой и частью которой все выявляются, то есть природой. Но если мы посмотрим на наше общество и спросим себя, нужно ли женщине вообще, нужна ли женщине власть политическая, социальная и так далее, почему бы не делегировать мужчине все эти полномочия, и почему бы ему не представлять нам достойно на всех уровнях. Но, к сожалению, философия говорит, что любая действующая система состоит из объекта и субъекта управления. И если субъект управления своей, если мы глянем на наше правительство, в своей основе 97% является мужским, а объект управления мужским и женским, то информация, выходящая из объекта управления и входящая в субъект управления, проходит одностороннюю обработку. То есть, естественно, что люди отражают в своей деятельности свой эмпирический опыт и переживание мира. Но чисто техническое выравнивание количества мужчин и женщин во власти на сегодня не решит проблему. Почему? Женская так долго вытеснялась, и мы так долго жили в мире идей, где женскому не находилось места, что на сегодня женщины во многих случаях стараются нивелировать сами свое женское. И, естественно, если у вас две собаки, одну кормят два раза в день, а вторую один раз в день, то та собака, которую кормят мало, будет смотреть, как поступает вторая собака. Женщина начинает набирать маскулинные качества для того, чтобы выжить в мире, который предъявляет к выживающему требования в соответствии с мужской культурой. Хорошо ли это, плохо или плохо? Это плохо, прежде всего, и для женщин, но и для самих мужчин. Почему? Никто из нас не является представителем только мужского или только женского начала, потому что в каждом из нас присутствуют и те, и другие качества. Деление, которое когда-то произошло в философии на душу и тело, сейчас мы все можем сказать, что есть современные исследования физики, говорят о том, что не существует отдельно материи духа, есть только разные формы существования энергии. И там, где энергия вот на этом участке еще не видна, на этом участке вот этот сгусток энергии, который очень быстро туда-сюда телепается, создает иллюзию твердости. Затем, когда эти сгустки становятся больше, начинается то, что мы называем материальным миром. То есть нет разделения на материальный и нематериальный мир, есть различные формы существования энергии. Поэтому те идеи, на основе которых строилась философия, за философию и мировоззрение, естественно, что авторы этих теорий не могли обойти свои жизненные условия. Там, по-моему, Сократа жена была очень злая и нехорошая. И, ну, наверное, его эмпирический опыт отразился в его взглядах на женское. Но как ей можно было быть в тот период такой иной, если пословица того периода гласит, что бить следует осла, кого-то там еще и женщину. Ну и так далее. То есть при таком отношении к женщине, я думаю, что дурной ее характер вполне объясним. И война полов, она всегда кому-то выгодна. Не просто так, в два тысячелетия она существует. Когда система локальная и закрытая, она постоянно нуждается в подпитке энергетической, поскольку у нее нет естественного обмена со средой, в которой она находится, энергетической и информационной обмена. И тогда нужно просто взять и как в тепловом двигателе одних чертиков отправить со знаком плюс налево, других направо. И их тенденция к смешению будет способствовать выработке так называемого электрического тока, от которого загорается лампочка. То есть раздирая нас на противоречия мужчин и женщин, социум всего-навсего, то есть власть получает бесплатные рабочие силы. То есть женщина на протяжении тысячелетий в доминирующих трех культурах, ей обязательно объясняется, что она грешная, ну, естественно, чуть более, чем мужчина. Почему? Ну, потому что от нее нужно, чтобы она воспроизводила средства производства, то есть людей, но бесплатно, и ничего за это не хотела, просто потому что она должна. Ну, в тот момент, когда мужчина задирает нос и думает, ура, мне это повезло, тот догоняет и его. Почему? Дальше начинается компенсация всяких психоневротических процессов лидеров различных стран, и то есть война. И в этой войне уже мужчина используется просто как пушечное мясо. То есть война эта между полами, она на самом деле никому не выгодна. Она всегда выгодна кому-то третьему, власти. Ну, я когда-то так догадалась, я не знаю, со мной еще кто-то в истории соглашался или нет, я, может, не так давно в этой теме, я считаю, что власть и женщина — это конкуренты за мужчину как за рабочую силу. Но только для власти мужчина нужен просто для того, чтобы ее амбиции как-то поддерживать и просто оправдывать ее существование как таковое. А для женщины, в силу своих природных особенностей, поскольку она является тем, кто вынашивает и рождает ребенка, хочет она или не хочет, но есть период, когда она вынуждена зависеть от мужчины. И если мужчина не готов к этой зависимости, он интерпретирует ее как дискриминацию. И если женщина не готова к тому, что это нормально, и в этот период заботы о ней не является чем-то сверхъестественным, а является нормой, она тоже может воспринимать это как дискриминацию. И то, что на сегодня у нас женщины не хотят рожать, и в разговоре с Путиным кто-то из корреспондентов задал вопрос. Скажите, мы когда застанем наших женщин рожать? Я считаю, что вот это и есть самое страшное. Нельзя заставлять рожать. Нужно сделать жизнь такой. Может быть, конечно, мы все еще в яме, хотя вначале тоже я очень сопротивлялась этой идее. Как-то очень не хочется сидеть в яме. Но, наверное, все-таки где-то предыдущий оратор в чем-то прав. Вас мы не хотим рожать в этот мир. Наверное, мы как-то в ямке немножко. А вот это у нас еще с ним. И дальше. Значит, с точки зрения любого человека, никому не выгодна эта война. Поскольку в мужчине и в женщине присутствуют и мужское, и женское начало, и, например, сам дробен выделяет как минимум 8 типов людей. То есть мужчины с выраженной маскулинностью, не выраженной феминностью. Мужчины с выраженной феминностью, не выраженной маскулинностью. Мужчины с выраженной, ярко выраженной маскулинностью и феминностью. И мужчины с не выраженной маскулинностью и феминностью. Так называемый антрогинный тип, выраженный ярко и выраженный слабо. Того мы имеем 4. С одной стороны 4, то есть 8. И я бы вообще не знаю термин этот, кто-нибудь вводил или нет. Вот как мы говорим сегодня, унисекс, когда все похожи. Я думаю, что должен быть введен новый какой-то термин, который бы означал полисекс. То есть когда мы можем быть настолько все разными, и настолько нести в себе те или иные качества, но нам за это ничего не должно быть. Почему это важно для личности? Почему я думаю, что гуманистические направления психологии, о которых мы сегодня на этой конференции будем много говорить, они являются как раз отражением этого процесса вхождения женского? Да потому что если вы возьмете любую современную психологическую теорию, все они говорят о чувствах. Все они вспомнили о том, что человек — это не просто объект, на который нужно воздействовать, и которым нужно управлять психиатром, это прежде всего живая система. И сам психолог, работая с клиентом, тоже является частью этой живой системы, и не нужно об этом забывать, что все мы люди. И тот, кто изучает мир, он также включен в процесс, и результаты его исследований обязательно включают и его эмпирический опыт. А не только это является ярким отражением именно того, что он реально видит. Всегда это наслаивается. Поэтому настолько, насколько все мы будем здоровы в отношении гендерного равенства, еще один аспект, на мой взгляд, очень важный, это понимание самого равенства. Равенство не означает одинаковость. Если я говорю, что я равна с мужчиной, это не значит, что я должна пробежать ту же дистанцию с той же скоростью. Я недавно проводила в Крыму для молодежи тренинги, и один из молодых людей подошел ко мне и сказал, а вот мы были в Финляндии, и на тренинге по гендерному равенству нам тренер предложил, поставил мальчика и девочку, поставил два мешка тяжелых, и сказал, поднимите. В момент, когда они их подняли, он говорит, вот это и есть равенство. Так вот я считаю, это и есть неравенство. Это равносильно поставить мужчину и женщину, и сказать, рожайте. И это и есть равенство. Но если ты не родил, значит, ты не равен. Значит, поэтому я считаю, что наша природа, она не знает тех идей, которые мы ей насадили. Я думаю, что на сегодня актуально послушать то, о чем она нам может сказать, и перестать воевать друг с другом, и перестать работать на руку тем, кто разрушает нашу жизнь. Гендерное равенство, это равенство, прежде всего, внутри себя, признание и своего рационального, и своего эмпирического. Это признание своих чувств, это признание своей жизни как такового. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»